Парижская опера Мы все ждали этого момента, потому что, конечно, Париж – это одна из балетных столиц мира. Мы тщательно готовились, мы думали, что показать в этот раз. Решили показать «Корсар» как одну из последних премьер, новую интерпретацию старинного классического балета. «Спартак» – один из самых знаменитых балетов большого спектакля Юрия Григоровича. И программа «Спартак»-балета, включающая «Пиковую даму» Ролана Петти. «Тени» из Байдерки. И «Игру в карты», которую я оставил к юбилею моей Песецкой. Таким образом, пять разных спектаклей, в которых можно увидеть большинство наших звезд, «Корде-балет» и посмотреть труппу в ее теперешнем состоянии. Мы начали с «Корсара». Это спектакль, который был создан в Париже, как известно, в середине XIX века. Но в XX веке он никогда не был целиком показан во Франции. Это, пожалуй, единственный из балетов, который Рудольф Муриев, который был директором «Арископера», не поставил там. Спектакль вызвал ажиотаж публики и балетной общественности. Все хотели посмотреть на этот большой классический спектакль, как мы его сделали, как его танцуют сейчас. Потому что наша постановка совместно с Юрием Бурлакой, мы не называли это реконструкцией, но все-таки я с уверенностью могу сказать, что эта постановка наиболее близка к тому, что было при пяти пан. Было четыре спектакля подряд. Мы с этого начинали. Открывали гастроли Светланы Захаровой и Николая Соскоридзе, которые имели очень большой успех. Я впервые с Большим театром выехала на свои первые гастроли. Это был Париж, Гранд-Опера, четыре года назад. Но тогда мы только завоевывали публику. Завоевывал именно театр публику, потому что меня Париж уже знал, и в Гранд-Опера я уже выступала. Мне тогда казалось, что мы приехали как на Олимпиаду, и мы должны были показать свое искусство, и тогда все прошло замечательно. Сейчас уже мы, мне кажется, приехали с гордо поднятой головой. Я очень горжусь тем, что я представляла первые спектакли на этих гастролях, и представляла Большой театр, представляла Россию. Это очень ответственно, но большая-большая честь и гордость. Парижская опера – это самый, так сказать, древний театр на Земле. Труппе Парижского опера больше 340 лет и выступает на сцене столь прославленного театра. Очень ответственно. Потому успех именно в Париже для любого балетного человека, он означает, наверное, самое главное в карьере. Прием публики с первого открытия занавеса был безумно теплым. Очень тепло принимали даже тех, кто приехал впервые. Не говоря уже о том, что и наш кардебалет, и наши танцовщицы, и танцовщики, они превосходят, конечно, мастерством исполнения многих-многих артистов даже мирового класса. КОНЕЦ Нам не удалось показать составы так, как мы хотели, потому что Александрова, Заболёва и Лункине пришлось танцевать 3 спектакли подряд. Героически она так выручила театр. Кстати, буквально накануне она танцевала, как приглашённая звезда в спектаклях парижской оперы. Её очень полюбила парижская публика, её принимали просто на рамках. КОНЕЦ Вторая программа. Это совпало с днём рождения Равана Петтия. Это было счастливое совпадение, потому что 4 года назад, я помню, как мы все поздравляли его с 80-летием. В этот раз он отказал на сцену, публика принесла и на рации. И он был очень доволен, как прошла Копередана. Опять Николай, это был его большой личный успех. И Илз Лиепа произвел огромное впечатление. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ